Томительное ожидание. Побелевшие пальцы сжимают заряженную винтовку. Излечённый из глубин шкафа, по такому случаю парадной форме, становится жарко. Самосбор кончился два часа назад. Отбоя ликвидации пока не было. В герму тяжело стучат. Но наконец-то! Сейчас гад, забравший жизнь Мишеньки сдохнет, будто человек или порождение. Мужчина с винтовкой встаёт из-за стола и подходит к герму двери. Он унимает дрожь в руках. Всё кончится сейчас. «Кто там?» Он спрашивает громко, издевательски, нагло. Ему уже нечего терять. Из-за гермы доносится глухое. «Хручгаз, откройте!» Мужчина медлит. Он набирается решительности. Сомнений быть не может. «Хручгаз, откройте!» Во второй раз звучит точно так же, словно заранее записанная фраза. Наконец, мужчина резко дергает вентиль и тут же отходит на два шага назад, беря открывающийся герму на мушку. В нос бьёт малоприятный запах коридорной копоти. Вид того, что вторгается из коридора, заставляет его сердце пропустить удар. Он моментально забывает все заготовленные слова, но это уже не важно. С этим говорить точно не понадобится. Странно, помедлив мгновение, мужчина жмёт на спуск. По коридору разносится грохот выстрела. Наш пыльный блок культуры уже тогда оказался мне каким-то недоразумением. Кучка неудачников, называющих себя творческими людьми, ставящих постановки с нехитрыми декорациями из мусора и получающих за это нищенский оклад, которого едва хватало на то, чтобы не помереть с голодухи. Я был певцом. Акустика гига круща мало располагает к пению чего-то сложнее гнилуши или деда некроза. Да и тексты, кроме упомянутых, найти было проблематично. Но я старался как мог. У меня неплохо получалось, это да. Но пение, товарищ следователь, никогда не было моим призванием. Я попал туда без исходности. В другие места злостному уклонисту путь был заказан. Знаете, я бы не сказал, что был счастлив, занимаясь утренниками на обнулении и бесконечными постановками Василия Граблина и Слезяева. Хотя, погодите. Прежде чем мы продолжим, товарищ следователь, ответьте на один вопрос. Может ли человек быть по-настоящему счастлив в гигахруще? Вижу молчите, раздумывайте. Или предпочитаете не забивать себе голову бредом безумца? Как бы то ни было, я отвечу. Не знаю про других, но товарищ следователь смог. Вернее, сначала думал, что смог. А потом стал счастлив по-настоящему. Но я забегаю вперёд. Она оказалась непрекрасной. Танцорка, работающая в медблоке. Кажется, она находила в этой подработке в культблоке спасения, отиранивших её родственников, с которыми была вынуждена делить крохотную ячейку. С её танцем наше представление будто обрели краски. Когда я выступал рядом с ней, я чувствовал озарение. Это пластика, эти изгибы тела. Она была будто рождена для танца. Так мне тогда казалось. Тогда я потерял голову, влюбился. Конечно, на меня она бы ни за что не обратила внимания, но всё моё естество коробило сама мысль о том, что однажды я увижу её с другим мужчиной. Конкурентов было много, и мои ухаживания она, конечно же, принимала как должное. Но вы же не думаете, что это всё было из-за неразделённой любви? Конечно, нет. Вы же сами знаете намного больше. Тогда в мою больную голову пришёл безумный план, который я поспешил реализовать. Теперь я понимаю, каким идеалом там был. Но по итогам этого решения я явно получил больше, чем потерял. В одну из смен, кажется, мы готовили декорацию к прошедшему обнулению. Я, накатив для храбрости, отвёл её в сторону и раскрыл карты. Представился агентом ОГБ на секретном задании, предложил уехать наверх, ближе к партийным этажам. Обещал устроить в тамошних театральных коллективах, представление которых не гнушается сам главблок с приближёнными, красный концентрат, двухкомнатную ячейку. Много чего обещал. А она дура взяла и поверила. Когда мы со скромными пожитками ехали на ребежащем лифте неизвестность верхних этажей, я лихорадочно раздумывал о том, что делать дальше. Устроиться без прописки с имеющимися накоплениями было реально на полграфика, не более. Ещё надо было что-то есть, а на нормальную работу без документов не возьмут. Подделай документы? Можно найти мастеров, но всё упирается в талоны, которых так и не хватает. Перед тем, как снять ячейку на окраине блока, мы с ней посетили барахолку. Там ей предложил выбрать украшение по душе, а сам купил у мусорщика маленький топорик. Она выбрала позолоченную брошку. Я пообещал купить. Запасённых талонов хватило меньше, чем на полграфика оплаты ячейки. Про документы не шло ей речи. Положение висело на волоске. Теперь понимаете, товарищ следователь, что двигало мной в тот первый раз? Народец на ваших этажах не пугливый, открывает кому ни попадя. До сих пор удивляюсь, как вы тут от самосбора не передохли. Схема была проста. Я обхотел этаж, стучал в гермы и говорил своё «хручка с откройте» в полголоса. Все впускали. Но взрослых я тогда грабить не рисковал. Ещё ходил, делал вид, что показания со счётчиков снимаю. В тетрадочку что-то чёркал. Думал, может, ну его, сознаться любимый да с позором уехать обратно без талонов, чем на такое идти. Решился только тогда, когда мне мальчик открыл. Циклов двенадцать. Глаза голубые, доверчивые, ответственный такой. Говорит, «Утечек не было никогда вроде, но это вам с мамой говорить надо. Она в конце смены придёт. Вы, дядь, чай пока попьёте, я заварю». Это я навсегда запомнил. Говорю заварю, у самого уже топор в руке. Он стоял спиной. Вам, наверное, не понять этого чувства, будто происходящее неестественно. Всё тебе говорит «извинись, развернись, уйди». А в руках топор и перед глазами белобрыс и затылок. И вы бы, товарищ следователь, не ударили. Я сомневался до последнего. Занёс топорик так, что он стал виден. Подумал, что я тварю. Тут он разворачиваться начал. Я, может, и не ударил бы, если бы он не начал. Но испугался, вмазался всей силы. Хруст проломленного черепа. Крик ещё живого ребёнка. Кровь. Я отшатнулся, ударил ещё раз. Послышалось глухое чавканье. Он упал лицом вниз. Убежал от тела. Случилась истерика. Хотел сбежать из ячейки. Но панически забоялся, что слышали крик и поймают. Не отойдя от шока, нашёл в какой-то коробочке пару талонов и трясущимися руками засунул в карман пальто. Отошёл, вернулся к телу. Потронгал пульс. Стало ясно, что не встанет. Измазал перчатку в крови. Вид трупа показался странно привлекательным. Аккуратно вышел в коридор. Там было пусто. Убежал. Ещё несколько раз по пути в снятую ячейку меня накрывало. Боялся, что поймают. Не понимал, как я мог такое сделать. А потом, товарищ следователь, уже в ячейке, я понял, что хочу ещё. Украденных талонов хватало и на документы, и на уплату хозяйки ячейки за остаток графика. Как я уже говорил, талоны мне нужны были только в первый раз. Дальше, товарищ следователь, я мог свободно пойти на завод и забыть произошедшее, как страшный сон. Но я хотел. Нет, жаждал ещё. Это чувство рвущейся платью. Хруст костей, медленно покидающая хрупкая маленькая тельца жизнь. Я заметил ребят, играющими в коридоре. Выбрал происходящего. Шапка у него была, как у меня, только завязана наверху. Болезненно белое лицо и зелёные глаза. Циклов девять. Он тоже пережил первый удар. Убежал в туалет и пытался закрыться. Я легко выбил ржавую щеколду. Удар. Ещё удар. Много крови. Этот ужас в глазах и предсмертный вопль. Я бил ещё и ещё, пока он не остыл. Пальто пришлось отмывать от крови прямо у трупа. Вот тогда, товарищ следователь, я и понял, что такое настоящее счастье. Любимая спросила про кровь на рукаве. Ответил, что ликвидировал врага Родины. Дальнейший мой путь вы знаете. Ещё пара мальчиков, девочка, мои фотороботы на стенах и патрулили ликвидаторов в коридорах. Старушка. В последний раз я пожадничал. Вынес телеприёмник. Пёрся с ним через Атташи, продал соседу. Ваши быстро нашли труп старухи и пару свидетелей. Этого оказалось достаточно. Поймали меня на входе в грузовой лифт. Слышал, хотели ликвидировать на месте, но решили судить. Пока готовились, да напрашивали, приходили письма от простых граждан, родителей понибших. Говорят, требовали то ли четвертовать, то ли повесить в главном актовом зале при зрителях. Ваши решили расстрелять. Да только охранник мой по-иному решил. Считал расстрел недостаточным наказанием, видать. После отбоя зазвучала сирена. Он меня в коридор. Топорик мой вдогонку герму задраил. Помню, стучался во все двери. Орал долго, да только сказать теперь только два слова могу. Те самые. Лицо моё сгнило. Жуткими струпьями всё покрылось. Кожа вся облезла. Ушанка в мозг выросла, а топорик в кисть. Но есть и один плюс в моём положении, товарищ следователь. Теперь я могу ощущать счастье постоянно. После самосбора хожу по блокам, стучусь в гермы. Да, своё всё время. Хручгаз, откройте, повторяю. Сколько бы вы мной детей не пугали, всё равно находится, кто откроет. Вот так и ваш открыл, значит. Что говорите? Ликвидирует? Конечно. Когда-нибудь доберутся до меня. Взорвут, сожгут, забетонируют в усмерть. Да только проблемы ваша это не решит. Не станет меня, придут другие. Система охочим до крови управляемая, товарищ следователь. Таковых плодить и продолжит, я так разумею. Что ж, пора мне, товарищ следователь. Такого благодарного слушателя у меня давно не было. Закончив несвязно бормотать себе под нос, непропорциональная фигура в побитом временем пальто и завязанном на затылке ушанки, резким движением поднялась из-за стола и неспешно заковыляла к открытой настиж герма двери. На залитом вязкой кровью столе стояла грубо отделённая от валяющегося в коридоре изрубленного тела голова. Перечеркнутая глубоким рубцом от тупого лезвия топора, лицо уже бывшего следователя навеки застыло в гримасе жуткой боли и ужаса. Ты плохо помнишь, как всё произошло. Признаться честно, никто не помнит. В книжках ты читал о том, что мозг стирает из памяти травмирующее событие. Но здесь и сейчас происходит как будто нечто иное. Ты заливаешь кипятком белый брикет. Как они появились? Да чёрт его знает. Брикет разбух, запахло чем-то вкусным. Никто не понимает, что это за запах и из чего это сделано. По вкусу тоже не разомрать. Ешь это питательное пюре, которое партия назвала концентратом. Странные аббревиатуры нового мира. Сытный ужин навевает воспоминания. В какой-то момент ты потерял сознание. Очнулся в квартире. Самый обычный, типовой. Стоял холодильник, плита, нехитрая мебель, кухонная утварь, армейское постельное бельё. Ты помнишь такое в казармах в 67-м? Ты долго не мог понять, что не так с этим жилищем. Потом дошло. В двух комнатах нет окон. Свет идёт с потолка, от типового плафона, какие были везде. Открыв холодильник, ты обнаружил великое ничто. Кажется, тогда ты думал, что над тобой посмеялись или что ещё хуже похитили. Хотя кому бы понадобилось похищать пекаря. Выйдя в коридор, ты обнаружил, что он длинный. Слишком длинный. Ряды обычных, типовых дверей тянулись вдоль стен. Также из них выглядывали люди в попытках разобраться, где они. Прошёл день. Ни разу не разобравшись, что происходит, люди начали искать семьи, друзей, родных. Тебе повезло оказаться одним в свои 35. Всех переместило хаотично. До сих пор некоторые не могут найти родных среди бесконечных этажей. Кстати, бесконечные лифтовые шахты бесценны. Не слышно криков самоубийц и этих гадких звуков, разлетающего во шметке тела. Они просто исчезают в темноту. Вниз. Никто не знает точно, как работают лифты. Шахт много. Кабины приезжают секунд через 15 после вызова. Электронное табло запрашивает этаж. И нет ограничений по числовому значению. Первые экспериментаторы, вбившие 10-н этаж, погибли от голода и жажды. Их и сушеные тела в какой-то момент спустили сверху на одном из лифтов. Первую неделю творился хаос. Еды не было. Жили только за счёт тех, кого переместилось рюкзаками из электричек с производств или магазинов. За счёт тех, кто имел при себе хоть что-то съедобное. Потом и без того шаткий мирок рухнул. Запах сырого мяса пронзил твои ноздри. Люди, сидевшие в коридорах, недоумённо мочились. Криминальные элементы начали допрашивать тех, кто послабее. Где они утаили мясо. А потом пришёл фиолетовый туман. Многие погибли. Очень многие. Коридоры превратились в кровавые тоннели. И тут, и там шнырялись жуткие твари. Слизь и стоны растекались по этажам. Выжили те, кто успел сбежать по лестницам и на лифтах на другие этажи. А потом голос подала партия. Верхушка больше не была ЦК КПСС, поскольку самого Советского Союза уже не было. Но тогда вы этого не знали. Они назывались просто партии. Были сформированы боевые отряды милиции и армии, которые позже стали ликвидаторами, как вы называете их сейчас. Больше года ушло на адаптацию, снижение уровня самоубийств, налаживание производства пищи и стройматериалов. Медицина была в ужасном состоянии. Пришлось заново выводить пенициллин, гемолитики и прочие лекарства. Кубометры железобетона перемалывались, чтобы извлечь на переплавку сталь. Не было ни древесины, ни угля. Но был бесконечный ресурс деревянной мебели, домашних тканей и газа. Электричество бралось неизвестно откуда, но было всегда и стабильно, так же, как и вода. Новое человечество привыкало к новым условиям жизни. Сейчас, два года спустя, ваш язык плотно вклинивали слова цикл, негоцикл, самосбор, последствия и им подобное. Появились какие-то культисты. Партия их безжалостно отстреливает, но они плотно засели в вашем обществе. Ты готов выйти от однообразия жизни. Партия обеспечила вас гермодверями, самосбор уже не так страшен. Передовые умы разработали датчики, сирены, оповещения. Ликвидаторов вооружили огнеметами и боевыми комбинезонами. Были установлены образовательные программы подобия школ и университетов. Было множество попыток вырваться из этих бесконечных квартир и коренуров. Все были провальны. Люди погибали в тумане самосбора или гибли в чупальцах тварей. Уголовники пытались строить свои порядки, но свинец ликвидаторов и мужицкие кулки утихомирили их. Шатка-валка, ваша жизнь текла мирным руслом. Лишь безумный страх был вашим спутником. Командование Пентагона обращалось напрямую к президенту США. Москва перестала издавать какие бы то ни было звуки в эфире. Ни радиопередач, ни переговоров, ничего. Советские послы не могли связаться с Родиной. Летчики, заходившие на посадку, встречали лишь пустые аэропорты. Моряки торговых и военных судов причаливали в пустые порты. Подлодки, контролирующие границы, вошли в боевой режим, поскольку командование молчало. Выл в деревнях недоин и скот. В квартирах умирали домашние животные. Без боязни на силы НАТО, Китая, Монголия, Турция шагали по пустым территориям великой страны. Грабили всё. Грызлись друг с другом за бесконечные территории державы. Танки давили брусчатку и асфальт центральных улиц Москвы, закоулков Ленинграда, Витебска и Владивостока. Горы гниющих продуктов смердели на прилавках Перми, Ташкента, Вильнюса и Грозного. Межконтинентальные баллистические ракеты молчаливо пылились в шахтах. Одиноко пищали пульты на КП. Весь мир исследовал необъятный и страшный СССР. И не дай бог им открыть дверь шестнадцатиэтажного жилого дома на далёких окраинах мытищ. За дверью нет предела бесконечности. Сама бесконечность не предел. Истелится фиолетовый туман, источая запахи сырого мяса. Бесконечная борьба со смертью не стихает ни на секунду. И там продолжается жизнь. Покрытая пылью, аварийная лампа под потолком освещала ячейку тусклым красным сиянием. Свет отражался от воды в бутылках и временами помаргивал, создавая пугающую игру теней. Петя сидит под одеялом и изредка высовывается, чтобы осмотреть комнату из своего уголка. В темноте на месте вешалки около кровати сидит чудовище. Она только и ждёт, чтобы мальчик высылся, чтобы выхватить его за ногу. Иногда оно с нетерпением качает головой жуткими длинными рогами. Страшнее него огромная гермодверь, на которой висит плакат со страшным бородатым дядей, лицо которого иногда освещается красным, а затем погружается обратно в тень. Где бы ты ни был, он всегда смотрит прямо тебе в глаза и показывает пальцем в грудь. Снизу написано «Не открывай», тоже постоянно твердила ему мама. Напротив гермодвери вход в ванную. Эта маленькая комарка с раковиной и унитазом почти не освещается, но проскользнуть туда легко. На другом конце комнаты, около страшных черных силуэтов плиты и шкафов, лежат спасительные коробки с концентратом и бутылки воды. Очень страшно бегать за ними, ведь нужно красться быстро и тихо. А главное, ни в коем случае не оглядываться, чтобы чудища из темноты тебя не поймали. Схватил брикет концентрата или бутылку воды, ползи назад к теплой кровати, смотря в пол. В кровати безопасно, но под ней тоже живут чудища, так что лучше спать, прижавшись к стенке. Петя сидит в кровати и раз за разом перечитывает книжку-раскраску про ликвидаторов в тусклом свете, ведь это помогает хоть как-то отлечься. С ним читает и Женя. Женя – сильный ликвидатор, правда плюшевый, но он защитит Петю от чудовищ, пока тот спит. Непонятно, сколько времени прошло, ведь этот красный с Венгари точно не первую смену. Папа тоже был ликвидатором. Петя не помнит его лица, но помнит зеленую форму, прямо как у Жени. Мама говорила, что папа ушел воевать с чудищами и злыми людьми. Прошло много времени, а папа не вернулся. Мама очень долго грустила, а на все вопросы отвечала, что папа победил злых людей. Ему дали медаль и отправились жить в самый лучший блок, и он обязательно придет, чтобы забрать нас с собой. Но папа так и не пришел. Но зато пришли злые люди. Оказалось, что папа победил не всех, и оставшиеся решили захватить блок. В эти дни за гермо дверью слышался грохот и крики, а мама строго-настрого запретила мальчику выходить в коридор. Сама она иногда выбегала из ячейки и возвращалась брикетами концентрата. В одну из смен звуки стихли, и Петя подумал, что злые люди наконец ушли. Но уже в следующую с самого утра слышался неприятный металлический ляск, а затем грохот выстрелов и так по кругу. Ляск становился все отчетливее, как будто его источник приближался, а мама плакала и обнимала его. Наконец этот оглушительный ляск послышался прямо от двери, и Петя все понял. «Они ломают дверь, да?» Мама лишь кивнула. На дверь выломать не успели. Зазвучала сирена, и ляск прекратился. Затем сменился на стуки и наконец потонул в других жутких звуках. Петя с детства знал, если звучит сирена, значит в коридор выходить нельзя. Туда приходят жуткие чудища, а смелые ликвидаторы, как папа, побеждают их, и тогда можно снова играть. Сирены могли произойти когда угодно и где угодно, и длиться от нескольких минутных циклов до смен или семи сменок. В это время они с мамой прятались под одеялом на кровати, прямо там, где он сидит сейчас. Мама закрывала ему уши, чтобы он не слышал страшных звуков. После выключения сирены слышался топот ликвидаторов, неразборчивые голоса, грохот и треск огня. Дверь нельзя было открывать, пока голос потолка не скажет. «Ликвидация последствий самотбора окончена. Гражданам разрешено разгарантизировать ячейки». Тогда мама открывала гермо-дверь, они выходили в коридор и вместе со всеми хлопали уходящим ликвидатором. Но после той сирены ликвидаторы не пришли, а голос так ничего и не сказал. Петя с мамой много смен ждали прихода ликвидаторов. Они читали книжки, играли в игры. Мама знала много интересных игр, для которых нужны были всего лишь обрывки газет или упаковки концентратных брикетов. Ликвидаторы непременно должны были прийти, но почему-то медлили. За дверью часто кто-то ходил, громко топал, скрёбся, жутко подувало, иногда и в дверь стучали. К двери подходили многие знакомые Пети, соседка, которая просила брикет концентрата. Его подружка Таня, которая звала его поиграть. Дядя Петрович с маминой работы, который хотел отдать какие-то бумаги. Мама только шептала мальчику. «Брятенько, солнышко, кто бы там ни был, никогда не говори с ними. И никогда, что бы тебе ни говорили, не открывай кермо дверь». И мальчик кивал головой. Когда концентрат стал кончаться, мама решила выйти наружу. Петя долго плакал, отговаривал её, но она была непреклонна. Мальчик очень сильно волновался, но через смену мама вернулась. Теперь у них был концентрат, и казалось, ещё чуть-чуть и придут ликвинаторы. Можно будет опять бегать по коридору и играть с друзьями. А потом погас свет. Теперь ячейку освещала только тусклая красная лампочка, но и она иногда выключалась, оставляя комнату во тьме на несколькоминутных циклов. Мама решила ещё раз ходить за концентратом и до сих пор не вернулась. В темноте очень страшно, но Петя и Женя держатся. Звучит сирена. Кровь холодеет от мысли, что мама там. Но открывать дверь нельзя. А что если маме нужна помощь? Вдруг она не успеет спрятаться? И вновь Петя корит себя за свою трусость. А из-за гермы двери слышатся жуткие стоны и неестественные вопли, которые складываются в слова. Петенька, выходи к нам. Мы ждём тебя. Петя спрятался под одеялом и крепче обнял Женю. Под дверью что-то сильно ударило. Петенька, выходи к нам. Мы ждём тебя. Доносится отовсюду. Не прячься. Мы всё равно найдём тебя. По двери стучат ещё сильнее. Голоса превращаются в рык. Удары следуют один за другим. Чудовище в темноте качает своими рогами. Кажется, что скоро дверь слетит с петель. Открывая этим голосам проход внутрь. Это длится вечность. Топот, крики, жуткий смех, вопли и удары. Петя закрывает глаза и затыкает уши, но это не помогает. Петя! Вопят голоса все как один. Стук и лязг становятся невыносимым. Это длится очень долго. Петя плачет. Вопль берёт неестественно высокую ноту и прекращается. Удары всё ускоряются, а затем резко обрываются. Сирена замолкает. В коридоре опять кто-то ходит. Кажется, будто несколько десятков ног марширует непопад. Петя не знает, что с мамой. Ему останется только ещё сильнее сжать Женю. Не в силах вынести пугающую неопределённость. Мальчик плачет ещё сильнее. Шаги резко останавливаются. Слышится шелест, а затем размеренный стук в гермодверь. Снова. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Петя закрывает глаза и затыкает уши. Только бы мама вернулась. Мама. Стук на секунду останавливается. Петенька, скорее открой дверь, это я. Кричит мамин голос. Ещё стук в дверь. Открывать нельзя. Нельзя открывать. Открывать нельзя. Нельзя открывать. Петя, они гонятся за мной. Петя. Голос становится на несколько тонов ниже. В дверь не стучат, а истошно барабанят. Не открывай, говорит бородатый дядя с двери. Не открывай, твердила ему мама. Открывать нельзя, 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 открывать... Открывать нельзя. Тихо шепчет Петя, но голос, кажется, слышит его. Петя, что с тобой? Это я, солнышко, открой дверь. Ещё несколько ударов едающихся в голову. Только бы это кончилось, только бы это кончилось. Мальчик сквозь слезы смотрит на Женю. Я храбрый, храбрый как ты, храбрый как папа. Папа бы прогнал их. Нет, я не открою. Громко шепчет мальчик. Петя. За дверью послышались хлипы. А вдруг это правда мама? Мелькает на краю сознания. Что же я натворил? Мальчик медленно слезает с кровати, взяв в руку Женю. Чудовище ехидно смотрит на него из темных углов. Он схлипывает, но делает шаг вперед. Затем еще и еще. Дядя с плаката, кажется, видит его насквозь и хочет остановить. Я храбрый, я храбрый, я храбрый. Петя проходит мимо чудовищ. Идет прямо посередине комнаты и доходит до двери. Там совсем близко плачет мама. Но это не может быть она. Думает мальчик. И тем не менее. В порыве странной, необоснованной надежды. Будто под наваждением кладет руку на рычаг и резко дергает. Дверь с шипением открывается, впуская в ячейку запах сырости, плесени и трупов. Петя делает шаг назад и застывает в рациональном страхе не в силах пошевелиться. Все чувства сжимаются и исчезают, уступая место животной паники. В непривычный холодный сквозняк, приносящий еще больше мерзких запахов, входит в ячейку. Единственное, что можно различить стоящим за дверью – мамино лицо. Глаза почернели. С растянутых неестественной улыбки губ стекает черная слизь. Она сочится из всех отверстий этого существа. Рядом с лицом мамы другие лица. Они будто срослись. Дядя Петрович, соседка, подруга Настя с окровавленными косичками. Некоторые лица закрыты противогазами, на некоторых нет кожи. Тут стоят все. Они срослись воедино. Десятки ртов открываются и все глаза смотрят на него, выражая одну эмоцию. Руки сплелись в мерзкие щупальца. Пахнет разложившимися трупами. Кажется, будто это длится вечно. Петя не может пошевелиться. Он поднимает конечность и делает шаг в ячейку. По полу растекается лужа слизи. «Иди к нам!» Говорит оно своими голосами. Петя пытается отбежать, но чувствует прикосновение чего-то холодного и скользкого к ноге. Лампа гаснет. Истошный вопль ребенком будет последним, что услышит стены мертвого блока. Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Савелий Иванович Шлаков. Я машинист гигаметро первого класса в отставке. Да, многие не знают, но в нашем гигахруще есть метрополитен имени Кургановича. Сегодня я расскажу вам про самую короткую смену в моей жизни. Было тогда мне 22 цикла от роду. Работал я в депо Нижняя на краснолифтерской линии третьим классом. В те времена до 25-й перестройки линия была сравнительно короткая – около 70 километров. Проходила она через многие блоки строения и гигастроения. Тоннели то взмывали вверх, то ныряли вниз 50-тысячными уклонами. Было несколько открытых участков, на которых, впрочем, не было видно ничего, кроме бескрайних зарослей дикого борщевика. Линия соединяла горячие, громкие, пропахшие углем и железом нижние блоки металлругов. Тихие, мерно гудящие бумажные блоки разных НИИ. Заводские блоки, сотни жилых блоков во всем их многообразии. Заступал я на смену на станции Монолитная. Типичная серая односводчатая станция, декорированная пластокафельной плиткой, стандартнее не бывает. Основной трафик на ней состоял из служащих НИИ главхимпища сбыта, и в это время было малолюдно. Выйдя из линейного пункта, я пересек станцию наискосок и подошел к месту остановки первого вагона у второго главного пути. В тот день мне предстояло сделать две баранки. Так у нас называется круг по линии, когда машинист возвращается на ту же станцию, с которой начинал смену. Но в тот день две баранки я не сделал. Ветерок из тоннеля доносит легкие запахи криазота, плесени, машинного масла и еще черт знает чего. Свет в тоннеле становится все ярче. Ветерок превращается в сильный поток воздуха. Наконец, свет, звук и запах сливаются воедино на выходе из тоннеля, превращая в суровую машину. Метропоезд серии Ом. Разрезав полумрак, он влетает на станцию, скрежащую тормозами. Двенадцати вагонная змея с шипением и скрежетом останавливается аккуратно у реки остановки первого вагона. Открываются двери, и пассажирская масса начинает течь из поезда. Я открываю дверь кабины и, проверив разрешающее показания выходного светофора, захожу внутрь. Сдающий смену машинист сообщает мне согласно инструкции, что с поездом все в порядке. Поездное снаряжение в наличии, отправление со станции по графику через 30 секунд. Попрощавшись, он выходит, громко хлопнув дверью. Вот я один на один с составом, а передо мной жерло тоннеля. Представили картинку, а? Время стоянки подходит к концу. Механический голос информатора объявляет. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция бетонострой. Нажимаю кнопку закрытия дверей. Они послушно захлопываются, толкая ручку контролера в ход. Сначала отпускают тормоза, а потом машина резко трогается с места и ныряет в тоннель. Вокруг поезда сгущается темнота. Бороться с ней могут лишь шесть фар и прожектор сверху. Не спрашивайте меня, как отсутствие света может сгущаться, но в гигахрущевых тоннелях и без всяких там баян бывает страшно до жути. Как бы хорошо они не обслуживались, периодически их приходится закрывать на ремонт. Противобетоноидную обработку плохо проведут, и труба начинает течь так, что насосы уже не справляются. То чёрная плесень вдруг вырастает, то зелёный туман появляется, то кабель СЦБ замыкает. Вот даже недавно, откуда ни возьмись, в тоннеле взялась вода, с которой бы только не сделать хуже. Целых три графика не могли движение восстановить. Надо, кстати, сказать вам пару слов про поезд, на котором я тогда ехал. Это метровагон ОМ. Модернизация метровагона О. У нас в депо их за глаза называли ОМП – оружие массового поражения. Машина получилась не самая надёжная. Частые поломки приносили много головной боли машинистам и слесарям. Однако, что касается динамических качеств и комфорта, тут заводчане постарались на славу. Поезд в определённых условиях до 100 выходил из 15 секунд. А пассажиры даже получили мягкие сидения, а конкретно тот ОМ, на котором в ту смену ехал я, был именной. На борту красовались латунные буквы Аркадий Парамузов. Пятицеклетку назад Аркадий смог вывести поезд полный пассажиров из зоны самосбора, за что и получил партийную награду посмертно. Только не думайте, что этот случай был именно на том составе. Тот состав сразу после этого утилизировали. Набрав скорость, поезд несётся сквозь мглу на выбеге по инерции. Перегон между двумя станциями не самый длинный, но приходится три раза включать двигатели. За стеклом проносятся несчётные сигнальные знаки и указатели самого разнообразного содержания. Настаёт второй момент подключения. Каждый машинист определяет его по-своему. Я ориентируюсь на определённые номера светофоров. И вот светофор с табличкой 1488. Я снова толкаю ручку в ход. Обычно отзывчивый поезд сейчас не подаёт никаких признаков реакции на команду. Тяги нет. Я в недоумении возвращаю ручку в режим выбег. И снова ставлю на ход 1. Нет ответа. Колёса крутятся, свет горит. Циферки на циферблате приборной панели бегают, но тяга не появляется. Режим действия в такой ситуации, конечно, регламентирован. Первое, куда я смотрю киловольт-метр. Напряжение в наличии. Далее контрольные лампы. Целая россыпь контрольных ламп, приводящих непосвящённого человека в ступор. Но я-то посвящённый. Горит контрольная лампа с подписью БВТП и лампа с подписью 8, что означает, что сработал быстродействующий выключатель на восьмом вагоне. Для непосвящённых расшифрую. Выбило пробки. Тут поезд начинает вести себя странно. Состав останавливается. По совокупности признаков понимаю. Сработали стояночные тормоза. Значит, до станции мы не доедем. Но есть человек, которому необходимо сообщить об этом. Этот человек может заменить машинисту родную маму. Он выслушает, поймёт и подскажет, что делать. Может поругать. Он может радикально решить любую проблему на линии. Его голос согревает в холодном и влажном туннеле, рассеивает темноту, заставляя от неисправности устраняться. Он не бог и не генсек. Он поездной диспетчер. А точнее, она. Я беру трубку поездной радиосвязи, нажимаю тангенту и говорю. Диспетчер! Треск помех в динамике длится не более пяти секунд. Но они кажутся чертовски долгими. Я диспетчер. Отвечает искажённый помехами голос. Поезд номер 104. Маршрут 32. Второй главный путь перегона – монолитный бетонострой. Сработал БВ на восьмом вагоне. Сработал стояночный. Буду останавливаться, выходить из случая. Поняла вас, действуйте. Останавливаю состав на прямом участке пути. Пошло время. У меня есть 10 минут, чтобы решить проблему. Иначе будет назначен вспомогательный поезд. А тогда прощай премии. Все машинисты должны знать, как выходить из неисправностей. Есть определённые алгоритмы действий. Но они не рассчитаны на наложение поломок, как сейчас. Стояночный и БВ. Главное – не паниковать. Ну а ладошки вспотели. Отключаю стояночный тормоз везде, кроме восьмого вагона. Там отключен БВ. Пытаюсь включить БВ на вагоне. Не помогает. Выключатель выключается. В кабине много разных тумблеров, выключателей, кнопок. И решить возникшую проблему можно разными способами. Но ни один не помогает. Значит, необходимо идти в неисправный вагон и отключать силовую цепь ручную. Тогда сможет включить СБВ и отпустить стояночный тормоз. Чтобы выйти из кабины и починить вагон, надо снять напряжение с контактного рельса, установить заземление и только тогда приступать к решению проблемы. Так гласит инструкция. За нарушение инструкции снимают с должности. Это в лучшем случае. Я беру трубку поездной радиосвязи, нажимаю тангенту и... Ни слова не могу выдавить из себя. На отдельном пульте справа загорелась большая красная лампа. Я знаю, что будет дальше и жду. Жду это растянувшееся мгновение, пока электричество дойдет до сирены. Жду, когда тишину трубы нарушит протяжное гудение. Хотя ждать совсем не стоит. Надо действовать. Потому что под большой красной лампой, большими белыми буквами через тарафет выведено одно слово. Самосбор. В тоннеле впереди, метрах в пятидесяти, висит белый треугольник, обращенный вершиной вниз. Этим треугольником ограждаются герма двери. Мы не доехали до треугольника. Значит, поезд стоит там, где дверь. Иначе говоря, он застрял в косяке. Дверь сплющит вагон и закрыться не сможет. Мост на тренированной машинистской шараге бесконечными тренировками принимает решение. Почти мгновенно. Единственно правильное решение. К чернобогу инструкции. Сними я напряжение минутой раньше. Сейчас его некому было бы подавать. А гермодвери закроются через пять минут. Спускаюсь на путь и бегу к неисправному вагону. В тоннеле мало места. Под ногами ящики, провода, какой-то мусор и токоприемники поезда под напряжением. Мне мог бы позавидовать любой бегун по препятствиям. Вот и восьмой вагон. Забираюсь по автосцепкам. Открываю торцевые двери. Распугиваю криками пассажиров. Они перебираются в исправные вагоны. Бегу по салону до хвостового. Открываю двери. Время поджимает, сирены ревут. Пассажиры высажены в исправные вагоны. Обратно к восьмому. Со всей эндуре рвут рост для расцепки. Закрываю двери и бегу в кабину. Контролер вход четыре. Машина рвет с места. Камень с плеч. Довожу состав до гермы впереди. Она оглушительно захлопывается. Теперь только самосбор переждать. Такая история. Не знаю, как я тогда за пять минут уложился. Чудом. А страху натерпелся. За той герма дверью сзади четыре вагона оставил на съедение самосбору. Вагончики списали потом. Когда диспетчеру докладывал, руки так и тряслись от адреналина. С линии меня сняли, конечно, в ту смену. Потом пачкой талонов на концентрат примировали. Такие дела, товарищи. Так работает наше гигаметро. Гигахрущ не нарушает законы физики. Просто мы еще не открыли законы физики, по которым существует гигахрущ. Для построения бесконечного здания нужна бесконечная энергия. Но таких источников в самом гигахруща не найдено. Значит, источник за его пределами. Значит, за пределами гигахруща тоже что-то существует. И можно предположить... Хрущеслав силой нажал на кнопку выключения компьютера и вырвался. Еще один гребаный философ. Предположить, он может. Думает, написал что-то умное. Это понятно каждому, если включить мозги. Дальше-то что? Где доказательства? Где выход? Хрущеслав специально встал раньше, чтобы до смены продолжить свои поиски в нейронете. Хотя за несколько гигах циклов начал отчаиваться найти что-то полезное. Надо торопиться на работу. Если опоздать два раза, в конце графика не дадут премиальный концентрат. Хрущеслав ненавидел свое имя. Ненавидел свою нудную работу на конвейере гигозавода имени трудового знамени заместителя генсектора и ордена партии, где они выпускали детали непонятного назначения. Ненавидел самосбор. Думаете, все его ненавидят? Нет, все его боятся, тихо пережидая за гермодверью. Конечно, Хрущеслав тоже боялся самосбор, но еще больше ненавидел его. Он сжимал кулаки и зубы за гермодверью, не зная, куда направить свою бессильную злобу. Подросткам он думал пойти в ликвидаторы, но понял, что не соответствует госту по здоровью. Ликвидатор, в первую очередь, должен быть здоровым и сильным, а уж владеть граблями его обучат. И потом, ликвидаторы ведь борются не с самосбором, а только с его последствиями. Но больше всего Хрущеслав ненавидел Гига Хрущ. Серый бетон, низкие потолки, тесные ячейки. Он никогда не видел другой жизни, если она вообще существовала. Но он ненавидел эту. Ему казалось, что с каждым семисменком стены становятся чуть серее. Потолок чуть ниже, ячейки чуть теснее, а жизнь чуть беспросветнее. Все это давит на него и выхода нет. Раньше Хрущеслав гулял по окрестным блокам в надежде увидеть что-то новое. Но везде был бетон такого же серого оттенка. Такие же серые, как бетон люди, низкие потолки, затлый запах. Если не помнить номер своего блока, отличить их было почти невозможно. Порой он представлял себе, что где-то в типовой ячейке живет другой. Но такой же точно Хрущеслав. Гулять без дела не запрещено, но на него косо поглядывали. Родители отвели его к врачу, который прописал струю бетонаида. Со временем Хрущеслав не изменился, но научился скрываться. Он не обладал удивительной силой или ловкостью, или памятью. Пожалуй, даже не был намного умнее окружающих. Его отличало лишь то, что он постоянно задавал себе вопросы и искал на них ответы. Все свое любопытство, жажду увидеть новые места и простор, ненависть Гига Хрущу, он направил на единственную безнадежную идею – найти выход. Не отыскав ничего полезного в нейронете, он взялся за совершенно безумное дело – рисовать карту Гига Хруща, медленно, стараясь не привлекать внимания, коридор за коридором, блок за блоком. Расстояние он измерял шагами, а углы – с писанным теодолитом, который выменял за две бутылки самогона и упаковку концентрата у чутокового инженера. Работу облегчало то, что все ячейки были типовых размеров и формы. Большинству жителей он был безразличен, а если кто-то и лез с расспросами, показывал купленное на барахолке удостоверение сотрудника НИИ – тяжпищ-маш-связи. Однажды это удостоверение спасло ему жизнь, когда в отдалённом блоке нужно было найти убежище во время самосбора. Если после самосбора происходило перестройка блоков, он не стирал старое, а рисовал изменённую карту поверх. И вот, спустя несколько гигациклов, Хрущеслав начал замечать закономерности. Некоторые коридоры отходили не под прямым углом и были искривлены, причём перестройка не затрагивала именно их. Судя по карте, между ними оставалось место. Много места. Что там? Сплошная толща бетона? Пустоты? Почему хаотичная перестройка здания оказывается не хаотичной? Чем больше блоков и этажей он добавлял в свою схему, тем больше убеждался. Гига Хрущ слишком похож на лабиринт. И, возможно, это не случайно. В тот день он решил проверить свои расчёты и обойти одну из самых больших пустот по периметру. Ошибки не было. Как не было и ни одной двери, ведущей вовнутрь. Более того, на 74-м этаже он вообще не смог обойти её вокруг. Коридоры всё время уводили в сторону. При таком размере это никак не могла быть заброшенная шахта лифта. Никаких фабрик поблизости тоже не было. Единственным способом проникнуть внутрь могла стать вентиляция. Плохая идея, подумал Хрущеслав. Очень плохая. Но он слишком долго шёл к этому. В конце тупикового коридора, как это часто бывает, горой лежала сломанная мебель и разный мусор. Убедившись, что рядом нет никого, он собрался наверх и залив самый большой вентиляционный канал. В этот момент он почувствовал себя круглым дураком. Взрослый мужчина, работник второго разряда конвейера, лезет в вентиляцию. Зачем? Потому что подумал, что она может привести его... Куда? Глупость. Но любопытство и желание хоть чего-то нового в жизни заставило его медленно, стараясь не шуметь и запоминая дорогу ползти вперёд. Сложно сказать, какое время или расстояние он полз. Замкнутое пространство, темнота и неизвестность впереди давили сильнее, чем потолки стены ячейки. Луч фонарика метался по гладким стенкам и не доставал до конца вентиляционного канала. Я ведь не делаю ничего страшного. Я помню обратную дорогу. Я только посмотрю, развернусь и обратно. Что плохого может произойти? Это просто широкая длинная труба. Повторял он про себя до тех пор, пока не почувствовал запах сырого мяса. Хрущеслав замер. Нет, не может быть. Наверное, это нервы сыграли с ним злую шутку. Самосбор в этом секторе был только вчера. Они не происходят так часто. Обычно. Только не сейчас. Бывает ли самосбор вентиляции? Далеко, позади в коридоре жилого блока, завыла сирена. Сложно назвать, что почувствовал Хрущеслав. Страх? Паника? Обреченность и безысходность? Злость на себя за то, что он сюда полез? Злость на самосбор и на весь мигах ручь? Пожалуй, всё это одновременно. Вернуться назад он уже не успеет. Спрятаться в вентиляционной трубе негде. Оставалась лишь слабая надежда, что самосбор произойдёт в блоке и не распространится так далеко по шахте. Хрущеслав пополз вперёд быстро, насколько он мог. Он уже не обращал внимания на шум, который создаёт. Не думал о своих шансах спастись. Он просто изо всех сил рвался вперёд по трубе, которая оказалась бесконечной. Всего лишь через пару минут в воздухе начал появляться фиолетовый туман. Хрущеслав остановился. Надежды им больше не было. Последнее, о чём он успел подумать... Ну, хотя бы меня не разорвёт на части тварь самосбора. А я сам мутирую во что-то и узнаю, каково это. Сомнительная радость. Туман загустился. Хрущеслав выключил фонарь. Тусклая лампочка освещает деклую комнату, но даже её мощности не хватает, чтобы развеять сгустившийся мрак. Длинные тени от нескольких забитых всяким хламом шкафов и небрежно заправленной кровати расползались по потолку и стенам, будто желая окутать тьмой всё вокруг. Еле заметное облако пара поднимается от стоящего на столе чайника, а за ним наблюдают двое. Как там твой отряд поживает? Раздаётся хриплый баритон одного из мужчин, который устроился поудобнее на своём месте, положив локти на стол. Второй человек молчит мрачнее на глазах, отчего казалось, словно тьма и безысходность вокруг сгустились ещё сильнее, гуляя по помещению едва ощутимыми кожей завихрениями. Новобранцев? Наконец сипло и тихо спрашивает второй, после продолжая, не дожидаясь ответа. Хрень полная. Получку нам всем урезали, но... Самое худшее... Что они где-то там отрели этаж сектантов, отправив туда наших? Если без подробностей нас натравили на чистых, половина отряда полегла, вторая, которую смену лунатиками ходит, еле ноги унесли, хотя, сдаётся мне, что я не в скором времени передохнут. Собеседник неверя ведёт бровью. Что? Вот прямо на чистыхе. Говорю тебе, Миш, не врать незачем. Да уж... Вздыхая тот, которого назвали Мишей, выдыхая и стискивая зубы. Подобное расточительство и подлость среди чинов повыше злило не на шутку, но нельзя так относиться к людям, тем более солдатам, тем более новобранцам. Как они там себя хоть чувствуют? А может, хоть отгул им на пару смен дай? Давал, выбил у верхушки. Стало только хуже. Ихи по врачам таскали и по неи. Все лишь руками разводят или клоунаду устраивают. Понятно, что им парни только в качестве подопытных крыс нужны. Помогать им никто не будет. Скажи спасибо, что хоть не уничтожили к чертям. Фыркает второй, хмурясь. Ммм. Качая он головой мужчина, наливая себе на конец борщового чая и отхлебывая глоток с надеждой, что это поможет немного развеять повисшую в комнате атмосферу безнадёги. То есть шансов на выздоровление вообще нет? Вообще. Это чисто, Миш. Они убьют тебя в любом случае. Будь то выстрел с автомата или мимолетный контакт с ними. Посмотришь в глаза. Всё. Просто всё. Они какие-то... Как... Псевдолюди. Показательный случай был, значит, когда я ещё не таким старым ходил и только-только взялся за серьёзное задание. Нас тоже отправили сектантов зачищать и, как ты думаешь, кто там был? И вот мы отстреливаемся. Как вдруг рядом со мной стоящий резко бросает автомат и идёт вперёд. Я аж пушку опустил, за что чуть не получил чапалаха. А парень тот подошёл к одному из подстреленных чистых. В глазах её... Ну... Твари этой. Вижу невиданное мне желание пощады. Она такую жалость вызывала, что аж тошнила. Вот идиот. Назовём его так. Подходит к чистому. Да рядом присаживается. А тащить его некому. Прут со всех сторон. Просто да и другие, другим заняты. И вижу я, как нелюсть ему голову на градусов 180 поворачивает. А парень не сопротивляется. Жмётся только ближе. Глядит после этого сволочь на меня и словно насмехается. Злорадствует. Притом не выпуская из когтей мёртвое тело с подёргивающимся от судорог пальцами. Я не выдержал. Очередь выпустил, размажив паскуде голову, чтобы наверняка. Рассказчик окончил, плеснув себе чашку борщевого пыла, словно это какой-нибудь этанол. Господи, ваше руководство просто на голову отбитое. Тихо молвит Миша, глядя куда-то в пустоту. По телу пробежала дружь от одного только представления этого кошмара. Да, да. Оно смотрит на людей просто как на расходник. Его вообще не волнует, что будет с нами через цикл или два. Нет, зачем? Мне всегда везло. Я от природы не понимаю сочувствия. Мне чуждо это ваше сострадание, жалость кому-то. Им, видимо, тоже, но умом-то я понимаю, что относиться так подскотски к людям – преступление. А у них, видимо, говно вместо головы. Хех, других объяснений я просто не вижу. Да, понятно, это всё понятно. Если бы у верхушки что-то кроме коричневой массы было, возможно, мы бы уже выбрались отсюда или меньше людей дохло. Слово об этом. Я правильно понимаю, что ты жив только потому, что у тебя все эти фокусы чистых не влияют. То есть, как это вообще работает? Могу сказать так. Я хоть с ними не жил? Мужчина ненадолго задумался. Он как бы тоже не психолог и не учёный, чтобы понимать, как в головах неледи всё устроено. Но у меня есть предположение, что они сосуществуют не так, как мы. По-другому, что ли? Возможно, у них всё выстроено на социальной составляющей. То бишь, это их связующее звено, в то время как у нас связующее звено – это наша сраная партия. Мы ничего о них не знаем, но я готов 500 талонов поставить на то, что руководства у них нет. Иначе почему они не объявляют нам войну? А их организация… Есть идея, что они создали единую систему, где каждый пашет на её благо. Это как всякие микробы внутри нас. Только вот микробы не имеют связи друг с другом, а чистые имеют. И прикол в том, что с людьми она работает так же. То есть, чистые условно хотят внедрить их в эту коллективную систему, воздействуя на них, получив подобие контроля, и далее уже распоряжаясь ими как угодно. Но есть те, кто этому не поддаётся, как я. Ну, то бишь, человеку чуждо общество, всякие системы и люди вокруг. Он живёт сам по себе. Затворник, словно. В нём просто это не заложено. Ощущать себя важной частью коллективного разума, и это далеко не то же самое, что подавить это в себе. Вот это ты выдал. То есть, ты считаешь, что чистые умеют как-то манипулировать друг другом, чтобы жить целостным коллективом, а на людях используют, чтобы заманить к себе и... Что-то такое. Но это не совсем манипуляция. Скорее, они воздействуют на рычаги, которые подталкивают человека, другого чистого каким-то действием. И это, получается, работает только с теми, кто восприимчив к подобному, так? Да. Любопытно. А можно ли гипотетически избавиться от восприимчивости? Хм. Мужчина вновь призадумался, неспешно пивая чай, глядя куда-то в сторону. Вырезать нужный кусок мозга, либо отключить его. Думаешь, в наших реалиях это возможно? Ну, если ученые с ней возьмутся за это, вполне. Но в нашем блоке это нереально. Я помру быстрее, если не все вокруг, в принципе. Тоже верно. Вздыхает Миша, крутя в руках чашку с подостывшим чаем. Пить более не хотелось. Такие мысли друга утешения не дарили. Но в чем-то он был прав. Знакомые, еще с детства, их пути давно разошлись. Но связь осталась. И именно поэтому Михаил сидит сейчас здесь и слушает тирады мужчины, думая о том, как сильно второму не повезло оказаться именно в этом кластере, именно с этим руководством и именно с этими проблемами. Столько смертей и агонии и слез ему довелось повидать из-за халатности какой-то кучки идиотов. Когда-нибудь это его сломает и он не выдержит. И для Миши потухнет еще одна тусклая лампочка чьей-то людской жизни, которая так и не смогла осветить тьму вокруг, в итоге ставь поглощенной ею же. Да, кончина неизбежно настигнет всех, но по чьей вине. неизбежно 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 в сети и неизбежно неизбежно ими . Продолжение следует...